Привет, что делал, сегодня важный день. Дело в том, что в фикс-прайсе появилась новая гитара, да? И мне много раз об этом написали в личку, и я решил, ладно уж, так уж и быть, купим её. Тем более, обещают, что она электронная, и вот она у меня уже есть. Та-дам! Выглядит она странно, конечно, но сейчас мы её распакуем и посмотрим. Я не уверен, что она играбельна, тут даже нет ладов. Ну да ладно. Что, давайте по традиции посмотрим на упаковку. Ну, с задней стороны упаковки у нас радостный мальчик. Очень радостный мальчик, не знаю. 3+, возраст, play the game, гриф гитары светится, написано. Ну, сейчас мы проверим, я надеюсь, что он действительно светится, это не обман. Нажми на кнопку, попробуй повторить мелодию, сыграв её на струнах. Вот такой нам челлендж предлагает фикс-прайс. Видимо, тут надо нажать на кнопку, но сейчас они почему-то не работают. Может, надо батарейки ставить. Нажать на кнопку, у вас производится какая-то хрень, и мы, по идее, должны сыграть на этом это, повторить. А нам выдадут баллы в конце, как в караоке. Ну да ладно. Кнопка включения и выключения гитары у нас тут есть. Инструкция по замене батареек. Откройте крышку, вставьте батарейки, закройте крышку. Срок службы светодиода 10 000 часов. Световой поток 7-8 люменов. Встроенные 15 мелодий. Почувствуй себя настоящей рок-звездой. Цена товара в этот раз 199 рублей. Я не помню, сколько было в прошлый раз. Ну да ладно, давайте вскрывать. Попробуем в этот раз вскрыть не так по-варварски. А, она уже... Коробка уже порвана. Нормально. Даже резать ничего не надо. И вот гитара. Это забавно, как тут струны держатся. Потому что тут как бы две струны. Но они тут продеты за счет того, что это одна длинная. Здесь она цепляется, а потом идет обратно. Хитро. Не знаю, почему так в настоящих гитарах не делают. Это же так удобно и экономно. А, кнопка on-off. Кнопка какая-то логучая. Ну да ладно. Динамик, видимо, вот здесь этот маленький. Тут есть ручка. Это практически Ibanez Jam. Или Ibanez Jam. Ну, короче, гитара с Тива Вэя с ручкой. Классно, удобно. Это самый... Этот кастет повергнет ваших врагов. Потому что они умрут со смеха. Суперсила. Гитара-кулак. Не знаю, что еще придумать. Ну, цвета, конечно, кислотненькие. Прикольненькие. Так, ну тут колки какие-то странные. В общем, надо как-то это все... Ну, я не знаю, как на этом играть. Потому что это четырехструнное что-то. И безладовое. Знаете, что еще бывает четырехструнное безладовое? Виолончель. И я не просто так сказал. Потому что есть чуваки, которые играют на виолончелях всякие крутые песни популярные. Начиная от Баха, что логично, и заканчивая пошлой Молли. И где-то в диапазоне между этими двумя исполнителями я поместил всех остальных. White Stripes, Metallica, короче, дофига всего, Queen. Канал называется Трио Чайковского. Они снимают очень качественные ролики. Ну, реально прикольные. И играют круто. Все, что я не делаю на этом канале. Поэтому, если вам не хватает такого, надо подписаться на тот. Еще они скажут, что если подпишется много человек, то мы запишем какую-нибудь песню вместе. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь. А мы сейчас будем вставлять батарейки. Блин, здесь нужна отвертка. Не хочу идти за отверткой. Мы открутим это пинцетом. В общем, мне нравится, что Fixed Price обновляет свою линейку гитар. Может, они будут сразу на тест мне засылать новые образцы на обзор. Это было бы прикольно. Блин, пинцетом нихера не откручивается. Так, что бы еще придумать, чтобы не вставать со стула? О, получилось. Это был самый странный способ откручивания на моей памяти. Ну да ладно. Если что, кто-то забыл, то прошлая гитара Fixed Price выглядела вот так. Тут есть и лады, и шесть струн, и струны металлические. Тут был медиатор в комплекте. А здесь струны нейлоновые, причем всего две. Зато есть катафоты, как на велике. Можно эту гитару прикрутить на аист. Закрываем крышку. Закручивать не будем, пожалуй. Она и так на защелке, какой смысл. Нет, она не на защелке. Готово. Что ж, момент истины. Давайте включим ее. Пока ничего не произошло. Ну давайте нажмем кнопку. Она закончится когда-нибудь? Я просто думал, она проиграется и закончится. Ну ладно, давайте. Надеюсь, это музыка без авторских прав. Эти кнопки как-нибудь различаются? Это похоже на песню группы демо или что-нибудь такое. Как это выключить? Ладно, стой, остановись. Короче, это полная хрень. Та гитара была гораздо лучше. Что ж, я недоволен. Фикс Прайс, что за говно вы сделали? Это просто очередная бесючая игрушка, где надо просто нажимать на кнопку. И никак с ней не поиграешь. Ну ладно, колки-то хоть работают? Не особо. О, этот нормально крутится. А, понятно. Крутится только один, а второй уже не крутится, потому что это одна струна. На два колка. Что нам с этим делать? Предлагаю разобрать это говно. и посмотреть, что внутри. И ради этого я даже пойду за отверткой. Так, эту хрень еще фиг разберешь. Но мы попытаемся. Блин, на игрушке за 200 рублей сколько тут болтиков дофига? Блин, их нифига не достать. Какая-то маленькая отвертка, которой у меня нет. Почему-то некоторые достал, а некоторые не достать. Не крутится. Надо еще колки открутить. Все винтики сняты. Давайте разберем гитару. Так. Ну, в принципе, вот уже и так неплохо, мне кажется. Это гитарный скелет. Тритодиоды на термоклее. Ну, кстати, вот гриф меня меньше всего волнует. Нормальный гриф. Безладовый просто. И что мы видим? Плата с тремя кнопками. Там действительно маленький динамик. Вот он. Ну, видно, в общем. Динамик, конечно, мощный. Ничего не скажешь. И как бы нам это все усовершенствовать? Короче, знаете что? Получится ли вкорячить в электрогитару из фикс-прайса усилитель для электрогитары из Ашана? Вот это будет кроссовер всех времен, я считаю. Потому что, ну, здесь явно какая-то схема усиления есть. Вот, ну, в этом усилителе. Какая-то должна быть. Раз он работает. Если даже подключать пьезу, да, по классике, то если мы ее просто подрубим напрямую к динамику, то это не возымеет особо эффекта. Ну, и динамик здесь побачу будет побольше. Во! О, этот динамик посолиднее. Его-то мы и вкорячим. Ну, и тут схема усиления, все на месте. Ща! Ща будет веселье. Как бы нам эту схему прямо туда и запихнуть? Питание у нас уже есть, может, подойдет. Значит, это плюс, это минус, по идее. Так, но это нам не понадобится уже. Все, динамик прикольный. Надо сохранить. Итак, как я слегка переделал схему? Ну, я просто подключил питание отсюда сюда. И получается, что очень удобно. Этот комбик, он тоже включается по общей кнопке. То есть, сейчас мы видим, гитара не работает. И комбик тоже не работает. Включаем кнопку на гитаре. Давай. Фонарики светятся. И, если подключить сюда обычную гитару, вот эту, то вот она играет. Ну, и, собственно, если выключить гитару через главный выключатель, то все вырубается. И гитара больше не играет, и фонарики не светятся. В общем, удобно. Теперь это надо все упихать в один корпус. В какой-то момент я перестал понимать, что происходит. Но! Смотрите, что в итоге получилось. Я уже некоторые вещи сделал за кадром. Но не суть. Основное вы видели. Короче, вот. Собрали мы гитару обратно. Видите, как новая. Практически никаких изменений. Только вот у нас усилитель торчит. На гриф прилеплено пьезо. Провод соединяет пьезу, собственно, и усилитель. Там уже новый динамик. И мы получили ужасное. Мы получили ужасное орудие для пыток, можно сказать. Готовьтесь к минус-ушам. Все на свете. Потому что... Ну, многие, наверное, задавались вопросом, что будет, если прилепить пьезу на динамик. Так вот, будет примерно это. Но если выключить перегруз вот здесь вот этот вот, то оно почти не фидбетчит. И даже издает какие-то звуки, слушайте. И при этом еще и светится. Удобно. Ну и, соответственно, все это на общем выключателе у нас. Веселее, конечно, с этим перегрузом играть. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. но это уже гораздо веселее чем то что у нас было просто играющие непонятные мелодии херня а теперь это я играю непонятные мелодии но чтобы было совсем весело мы подключим это все через педал борт и воткнем обратно и тогда у нас будет истинный шугейс и я думаю можно будет завершить выпуск потому что все участвующие в этом выпуске скончаются видео монтировать будет кто-то другое так что итак я подключил и теперь мне страшно там педал борт короче с эффектами на полу стоит я не буду показывать на втором канале есть обзор если что так ну давайте иди лайчика так и помереть можно понятно в общем у нас идет слабый сигнал поэтому он не фонит а когда включаем педали то все пипец им так то звук есть и даже немного перегруженный потому что я здесь тоже сейчас включил но ты не так весело вот можно услышать делай если очень хорошо прислушаться и все это время без подсветки сидел крючка это хрень динамик не выдерживает ладно чтобы закрыть гештальд давайте воткнем это в настоящий комбик хотя тут тоже можно интересные звуковые эффекты получать если например вы хотите умереть в страхе то эта гитара поможет вам извлечь нужные звуки но это уже по сути то же самое что было с гитарой предыдущий секс прайса но поиграем немного и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока! Пока! Продолжение следует...